Всем привет! Сегодня 11 января, 24-й год, бежит по планете. С вами Игорь Бабошкин из Нью-Йорка и мы начинаем нашу международную панораму. Как всегда, начинаем с Америки, а закончим, наверное, Россией. Итак, поехали! Юридический комитет нашего Конгресса принял резолюцию о привлечении Хантера Байдена к ответственности за неуважение к Конгрессу и игнорирование повестки Конгресса в рамках расследования. Байден при этом явился на заседание юридического комитета и пытался именно на комитете рассказать свою историю, но комитет это решил не заслушивать, потому что для заслушивания Байдена есть суд, куда он уже игнорировал две повестки. В общем, в итоге Байден покинул заседание и на ступенях Конгресса журналистам объявил о том, что его папа ни при чем и не имеет отношения к его делам. Потом об этом же заявляла спикер Белого дома. В общем, ситуация движется вперед и, видимо, все-таки сыночку Байдена придется отвечать. А по результатам его ответа будет принято решение о том, участвовал ли папочка Байден в коррупционных схемах своего сыночка и получал ли он от этого материальную выгоду в миллионах долларов. Ждем, чем это все закончится. Еще один человек под судом – это наш бывший президент Трамп. Его дело о мошенничестве в Нью-Йорке заключается, напомню, в том, что он получал кредиты по выгодным расценкам. Он немножко завышал свою стоимость. В результате банк выдал ему кредиты чуть-чуть дешевле, чем это должно было быть. В принципе, потерял от этого, может быть, банк, не получив какую-то дополнительную прибыль. Народу от этого ни тепло, ни холодно. Поэтому, почему вдруг суд решил браться за такое дело, не очень понятно. Но понятно, вернее, что оно чисто политическое. Так вот, судья в итоге запретил Трампу вообще высказываться на заседании. То есть, сперва было разрешено, что Трамп выступит на заседании и будет держать там речь, хотя обычно этим занимаются адвокаты, но вот Трамп решил выступить сам. И вначале ему было решено высказываться, но исключая определенные вопросы, и, конечно, не поднимая вопрос о выборах, то есть не превращая площадку суда в избирательную кампанию. В общем, в итоге, после многих перепалок, теперь ему запретили вообще выступать в суде, в том плане, что держать там вот такую вот речь. Ну, поэтому Трампу приходится высказываться на всяких разных собраниях, где он выступает по политическим вопросам со своей избирательной кампанией, и там он покрывает, ну, если не матом, то, по крайней мере, нехорошими словами и прокуроршу, и судью, и, в общем, всех подряд, кто ему не нравится. Ну, и в то же время, конечно, продолжает мантру о том, что выборы украдены. Ну, еще один человек, если не под расследованием, то, по крайней мере, под пристальным вниманием находится сегодня в связи с судебными документами Эпштейна, педофила, который то ли сам погиб в тюрьме, то ли ему помогли, в общем, дело темное. Да, Клинтон с женой и с губернатором Калифорнии Ньюсомом отдыхают в Мексике, скрываясь от журналистов и скрываясь от вот всех этих показаний. Они там уже с самого начала публикации документов Эпштейна, в которых Клинтон, в принципе, фигурирует. Клинтон дружил с Эпштейном с 93-го года, но задолго до тех событий, которые сегодня рассматриваются, он, как заявляет, уже порвался Эпштейном и, в общем, не имел с ним отношения. В начале 2000-х он еще пользовался его самолетом для полетов в Европу. Так что вот такая вот история. Клинтону приходится скрываться подальше, чтобы не оказаться в центре этих событий после публикации материалов дела Эпштейна. Я напомню, что все эти материалы можно подробно прочитать у нас на сайте нашдом.us, если они вас интересуют в полном объеме. На сайте нашдом.us, английскими буквами, вы его видите на экране, есть подписка. То есть вы можете каждый день получать все новости в полном объеме с разбивкой по категориям. Отдельно Америка, отдельно мир, отдельно Украина, Россия и так далее. Ну и, конечно, приходим к главному событию вчерашнего дня. Это дебаты между Ники Хейли и губернатором Флориды Десантисом. В моем понимании Ники Хейли, конечно, выглядит гораздо предпочтительной. Она знает, куда вести Америку. И выпады против Ники Десантиса выглядят достаточно дешево. Во всяком случае, когда он заявляет, что она готова отдать миллиарды долларов Украине, чтобы кормить чиновников, платить пенсионные фонды и прочее, прочее, то ли он вообще не понимает, о чем речь идет. И поэтому Ники Хейли пришлось ему ответить, что она за помощь Украине, она за то, чтобы туда поставлялось вооружение. А ни в коем случае не за то, чтобы платить пенсионные фонды украинским старикам, пенсионерам. Ну и по ряду других вопросов, конечно, Десантис выглядит очень и очень слабо. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, на праймерис лучше гораздо будет выглядеть Ники Хейли. Но посмотрим. Ждать осталось уже недолго. Но вернемся к Белому дому. Администрация Байдена поддерживает законопроект, который позволит конфисковать часть из 300 миллиардов замороженных российских активов. Но это в связи с тем, что все-таки Конгресс пока что не утвердил помощь Украине, а украинской армии помощь таки нужна. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может обойтись в 411 миллиардов долларов. Так что 300 миллиардов и то не покрывает все затраты, которые придется понести Украине. Значит, по замороженным средствам. ЕС и Австралия в 22-м году заморозили средства на 260 миллиардов евро. При этом 210 миллиардов находятся в ЕС из 260. 191 миллиардов были заморожены в бельгийском депозитарии EuroClear. Еще 19 миллиардов арестовано во Франции. В Германии хранятся всего 210 миллионов евро. А в США заблокированы 5 миллиардов, согласно источникам Financial Times. Я чуть позже, когда буду говорить о России, вспомните эти цифры, без которых российская экономика, конечно, очень-очень сильно страдает. Но пока в Америке идут дебаты, наш Блинкен находится в Египте и провел переговоры с президентом Египта. При этом Блинкен считает, что создание палестинского государства это лучший способ добиться изоляции Ирана. Вопрос только вот в чем. Америка уже один раз бралась предоставить гарантии Украине. Это было в начале 90-х. Раз с разными другими странами. Все эти гарантии закончились тем, что Америка потихонечку начала поставлять вооружение после того, как на страну напали. Вместо того, чтобы как во времена корейского кризиса ввести туда войска и начать полномасштабную защиту территории, которую Америка взялась по соглашению защищать. То же самое может произойти и на Ближнем Востоке. Сегодня Блинкен везде обещает, что Америка будет защищать Израиль, но в случае, если создание палестинского государства. Но куда двинется это палестинское государство вместе с остальными странами, совершенно непонятно. Поэтому, насколько США будет защищать Израиль в случае возникновения очередного конфликта, сказать после Украины уже сказать очень трудно. И сегодня, когда Украина находится в таком бедственном положении по вооружению, не Блинкен едет в страны Европейского Союза, выпрашивая самолеты F-16 и снаряды для поставки Украине, а болтается на Ближнем Востоке. И Зеленскому приходится кататься по Европе, выпрашивая у президентов соседних стран помощь, которая им так необходима сегодня. Поэтому вот такая вот защита от Америки в соответствии с договором о защите Украины получилась на сегодняшний день. Здесь надо понимать, что у нас двухпартийная система. И одна партия может не соглашаться с решениями другой партии. То, что происходит сегодня. И сегодня республиканская партия считает, что внутренние границы гораздо важнее, чем выполнение договоров заключенных более чем 20 лет назад. А конкретно 30, ровно 30 лет назад было заключено соглашение о защите Украине от внешнего воздействия. Зеленский сейчас в Эстонии встречается с президентом. Президент Эстонии пообещал, что 0,25% ВВП Эстонии будет передаваться Украине для восстановления и для вооружения. Эстония предоставила 12 пакетов военной помощи. Кроме того, оказывает помощь в лечении и восстановлении украинских солдат. Ну и давайте поговорим о России. Довольно много материалов сегодня. Путин болтается по стране. А в Россию хлынул кокаин из единственно признавшей Крым латиноамериканской страны. В Петербурге обнаружено более тонны кокаина в контейнерах, которые прибыли из Никарагуа. Стоимость груза оценивается в 11 миллиардов рублей. Я напомню, что Никарагуа единственная страна, которая признала присоединение Крыма в 2014 году и голосует в ООН против резолюции Генассамблеи с осуждением аннексии четырех районов Украины. То, что произошло осенью 2022 года. Вообще поток наркотиков в Россию растет со страшной скоростью. За 2023 год таможенники конфисковали более 22 тонн наркотических веществ, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Если вы думаете, что этот наркотик идет для потребления в России, то это не совсем так. Считается, что Россия занимается реконтрабандой. То есть получает этот наркотик и дальше отправляет его в страны Евросоюза. Поэтому вот этот гнойник, который существует на карте Европы, давно пора было бы придавить, но пока что у Байдена не хватает духу на это. А больше волнуют вопросы, связанные с собственными выборами и, наверное, со здоровьем. Но наркотики не единственная проблема, которая существует сегодня в России. Уголовники, да и просто военные, которые получили в руки оружие и, в общем-то, имеют определенные синдромы после войны, для них сегодня убить человека ничего не стоит. И вот закончилось уголовное дело очередного подполковника Магасумова, которого обвиняют в убийстве девушки в Луганске. Причем, что интересно, что 2 августа Путин лично наградил его и присвоил звание Героя России, а сегодня ему утвердили приговор по убийству. Вообще, то, что творится с помилованием осужденных, выходит уже за все рамки. В всяком случае, Фонд поддержки пострадавших от преступлений опубликовал сегодня данные о том, что Путин подписывает тайные указы о помиловании осужденных со снятием с них судимости. Это противоречит российским законам. Кроме того, кощунственно, что уголовники получают помилование через 6 месяцев после нахождения в зоне боевых действий, в то время как мобилизованные нормальные гражданские люди обязаны там воевать без остановки, как уже сказали, до конца, пока не сдохнут. Ну и нарушение закона идет по всем статьям. То есть, считается, что потерпевшие должны иметь возможность отслеживать, что происходит с теми, кто совершил преступление в отношении их или их близких, которые уже погибли. Да, так вот это вот нарушается. То есть, потерпевшие случайно узнают о том, что человек, который должен 20 лет сидеть, вдруг оказывается уже на свободе и гуляет по улицам и, в принципе, может за ними прийти, если они выступали со свидетельскими показаниями. Совершенно кошмарная ситуация. Это даже уже не беззаконие. Это просто какое-то уголовное государство становится. Но в России есть и хорошая новость. Например, приглашают россиян кататься на горнолыжных курортах Северной Кореи. Конечно, если Франция закрыта, Швейцария закрыта, то Северная Корея – это самое перспективное направление для российского туризма. При этом интересно, что Россия опустилась на 158 место из 163 в глобальном индексе миролюбия. И это даже на 9 пунктов ниже, чем Северная Корея. Так что Северная Корея для россиян – это самое миролюбивое государство. Не важно, что оно стреляет по соседям, готовится к ядерной войне и находится под жуткими санкциями. Вот смотрите, Путин заявляет, Россия стала первой экономикой мира. Это написано 11 января в газете «Коммерсант». А день назад до этого магазины обяжут бесплатно кормить почти просроченными продуктами пенсионеров и малоимущих. Это первая экономика мира. Сейчас, находясь на Дальнем Востоке, Путин заявил об отсутствии в бюджете денег на ремонт детских садов. Вот что он сказал. Ремонт детских садов в настоящий момент не входит в число приоритетов властей. И денег на такие мероприятия в бюджете не предусмотрено. Об этом президент России сообщил в среду на встрече с жителями Чукотки. Зато есть деньги на производство ракет. Каждая ракета стоит… Смотрите, есть данные о том, что американская ракета «Патриот» стоит от 2 до 4 миллионов долларов. Значит, ракеты, которые запускает Россия, стоят примерно столько же. А может быть, даже и больше. Посчитайте. Возьмите 2 миллиона долларов по минимальной цене. На каждую выпущенную по Украине ракету. И посмотрите, сколько за эти деньги можно было бы построить детских садов. В Новосибирске более 100 домов остались без отопления в морозы из-за аварии. А в это время Путин посмотрел мультфильм про чудеса Хабаровского края и получил подарок. Дедушку просто вывезли по стране покататься, посмотреть мультики и получить подарки собрать. Вот еще информация у нас на сайте. На аэродроме в Ростовской области замерзают военные. Гуманитарную помощь в виде дров просят предоставить на аэродром в Миллерово. Путин обеспечил лесом Китай, но для своих военных леса не хватает. Россия мерзнут из-за аварии отключения отопления в некоторых районах Москвы, Подмосковья, Тульской, Ярославских областей, Екатеринбурга и Владивостока. На протяжении 30 с лишним лет в России практически не реставрировалось коммунальное хозяйство, не проводилась замена труб, котельных и прочего. Это все привело к тому, что сегодня происходит. И есть только одна надежда. Если к февральским морозам до выборов Путина хорошо рванет, то может быть народ проснется, облитый кипятком из этих труб и лопнувших батарей, и все-таки на выборах скажет свое веское слово. А вообще вот интересная информация, что личный геронтолог Путина, планировавший дожить до 100 лет, умер в возрасте 77. А также умер экс-председатель Конституционного суда, который в 2000-м приводил к присяге Путина. Это, конечно, еще не гонка на лафетах, но костлявая все ближе и ближе. Так что, может быть, пора и фюреру на покой. И, в общем-то, весь мир ждет, когда пригласят на торжества на Красной площади по случаю ухода в лучший мир великого руководителя. Ну и закончить хочу хорошей нотой, потому что уже не только Украина включается в борьбу, а и Турция, Бухарест, София подписали соглашение об активизации совместных усилий по разминированию Черного моря. Странам надоело болтаться в море и ожидать, когда рванет мина, заложенная русскими морячками. Я напомню, что в феврале 2022 года, после начала военных действий, Турция приняла конвенцию Монтреу 1936 года, которая запрещает российским и украинским кораблям проходить через проливы Босфора и Дарданеллы. И также попросила страны за пределами Черного моря не отправлять туда военные суда. Поэтому Москва и Киев возлагают друг на друга ответственность за мины, которые болтаются в Черном море. Ну и все-таки хочется надеяться, что, может быть, американское правительство надавит на Турцию и разрешит вход в Черное море кораблям американского военного флота. Это в корне бы изменило ситуацию, которая происходит на этой территории. На этом я хочу закончить сегодняшний выпуск Международной панорамы. С вами был Игорь Бабошкин из Нью-Йорка. Подписывайтесь на сайт нашдом.юс и получайте наши новости каждый день. Если вам интересно меня слушать и смотреть, тогда ставьте лайк и рассылайте подписку на этот канал вашим друзьям. Всего доброго, хорошего дня, пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!